телеканал спас снова возвращает нас в историю и алексей огурцов и мой сын игорь отправимся из москвы в санкт-петербург по древнерусским землям разрушенным храмом чтобы своими глазами вместе с вами увидеть спасти и сохранить то что можно еще спасти и сохранить ну что путь-путь смотри какая интересная история только заехали сейчас тверскую губернию а ведь раньше тверское княжество враждовала с московским княжеством с владимирским княжеством и постоянно между ними были войны и гибли люди хорошо каких-то годах там было веках это противостояние шло где-то примерно 10-15 лет не было объединение не было силы и конечно золотая орда могла зайти и поработить русские земли а как они объединились кто им помог благодаря московскому княжеству и православной церкви было духовное объединение этих княжеств вот такая штука игорь алексеевич изучайте историю позади подмосковья а сейчас мы едем по землям древнейшей русской епархии это тверская епархия через несколько минут мы будем у главного тверского кафедрального спаса преображенского собора который в 1935 году был полностью снесен вместе с колокольней вот мы сегодня с вами встречаемся в особый день день крещения руси девятьсот восемьдесят восьмом году но будем говорить именно в этот день день памяти равнопостольного князя владимира теперь уже крестилась святая русь и как сегодня я читал в молитве святому равнопостольному князю владимиру там упоминается о том что его семя принесло плод во сто крат и более и действительно когда мы видим многочисленные храмы пусть даже и аварийные я в руинирован и видим народ пусть в небольшом количестве еще но тем не менее это плоды семени святого равнопостольного князя владимира и я думаю что не случайно именно в этот день мы встречаемся как знаете символ нашего тоже второго крещения возрождение нашей твери тверской земли вот этот собор он наверное является лакмусовой бумажкой какой стадии мы находимся вот сейчас наполовину только покрыта крыши дождь еще протекает под сводами этого храма ну хотя может быть красивые купола и это уже обнадеживает нас вы заметили что вот эти древние храмы это не просто камни и кирпичи уже в данном случае это памятники великой веры наших предков и заметьте что даже по руинам вы увидите они насколько красивые большие живые эти храмы свидетельствовали о том насколько народ любил бога и отдавал все самое лучшее что у них есть мастерство свои какие-то последние средства но ради того чтоб славилось имя бога на месте этого собора находился сквер и в центре сквера стоял памятник михаиловичу калинину он был установлен в 1955 году что было на этом месте до того мы не знали в моем городе калинине моем родном городе некогда находился спас приобретенский собор первый собор на руси который был построен после вторжения золотой орды и просто это все сравнили землю за один день здорово ли храм и получать сначала взорвали храма потом взорвали следующий колокольный причем люди которые взрывали его они гордились своей работой они считали что они сделали идеально потому что на утро тверичи увидели только груду щебенки и они рассчитали взрыв очень точно там даже стекла в соседних зданий не были выбиты мы узнали что древний спас и преображенский собор был заложен в тринадцатом веке князем михаилом тверским и был первым белокаменным храмом на руси в те времена орда имея власть над русскими князьями куражилась и стравливала их между собой михаил тверской знал что его двоюродный брат юрий князь московский заручился поддержкой хана и зовет его ворду на верную смерть но князь все равно поехал навстречу если я уклонюсь от поездки хану сказал князь своим сыновьям то отчина моя будет опустошена и множество христиан избита да я сам не избегну тогда смерти и лучше ли же ныне положить мне свою душу за многих в орде князь михаил был подвергнут пытками и унижением и через 26 дней убит а сердце его было вырезано арденцем тело князя михаила только через год было возвращено в тверское княжество и по преданиям люди стояли на коленях по всей дороге от москвы до твери когда перевозили тело князя через 30 лет князь михаил тверской был канонизированы русской православной церковью в 1549 году рака с мощами святого благоверного михаила тверскому почти 400 лет покоилась паса преображенском храме перед взрывом собора в 1935 году исчезла это вот дело возрождение спас преображенского кафедрального собора я думаю могло бы объединить всех нас ведь сейчас многие люди которые кто-то может быть за восстановление кто-то против но так или иначе столкнулись с историей этого собора с именем благоверного князя михаила тверского а столкнувшись с ними но невозможно не заинтересоваться что такое православие что такое вера христова в каждом храме алтарь разрушенный храм неразрушенный алтарь все равно остается сакральное место и ангел постоянно пребывает там и мы должны божье место все-таки благоустроить восстановить отдать долг в общем то каждому нормальному человеку мне кажется необходимо задуматься а что я отвечу творцу когда наступит тот час когда ты будешь держать ответ за все свои деяния иконы и сирских храмов были собраны им две недели топили котельную на пролетарке а потом даже с гордостью посчитали экономический эффект елена гимна вы входили в такую общественную группу о во взрате имени города тверь насколько это было важно в частности для вас за тверчан потому что спас при большинский собор был символом единственным великого княжества тверского это была древняя столица россии мы ею гордились вообще просто по сумасшедшему гради нас интересовали освоение космоса сады на марсе мы подходили к этой проблеме вот таким образом идеология была такая идеология была такая она наверно власти неплохая но нам хотелось жить в великом княжестве тверском в знаменитом городе столице древней руси кстати самом красивом и большом городе в тот период времени где была развита иконопись летопись федоровского тверского монастыря вот он там где на утром памяти находился до сих пор хранятся ватикане мы хотели все это вернуть людям 1821 году его начали строить то есть его закончили в 30-м году это 9 лет сейчас его восстановили за 6 лет и когда вот мы поднялись сюда и увидел вот это вот все вот эту большую такую махину для меня это просто шок ну во-первых как когда они были установлены купола ну как конечно и как они установлены то есть но это 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 нереально купола были установлены у нас буквально в прошлом году и мы постарались к дню тверских святых это все сделать дню этого города с участием губернатора и всех наших жителей для нас это было великое событие но и вы знаете есть такая интересная особенность когда освещает кресты на купола то единственная возможность к ним приложиться именно в момент освещения и многие люди но не многое вернее часть тех людей которые были на освещении сподобились эти этой честью приложиться к этим крестам и больше к ним века но если правда не случается что-то из ряда вон выходящие когда может быть буря или что-то еще или может быть духовный кризис в наших головах когда могут с эти кресты снять то они всегда стоят наверху и поэтому приложиться если только вы не карлсон да да это там вообще когда хотя бы хотя бы ориентировочно открытие мы половина возродились половина нет и нас еще протекает все у нас еще пол не покрытые нам еще необходимо довести некоторые коммуникации но мне хотелось бы чтобы люди объединились вокруг этого великого дела благого и мы с вами бы стали свидетелями освещения что приехал святейший владыка и осветил бы этот преображенский кафедральный собор гордо твери и думаю насколько рад будет михаил тверской там на небесах уже ходатайство изо всех за нас господи же пресвятаго твоего духа в третий час апостолом твоим не спас славой того благине от имя от нас но обнови молящих тесе и сотворил бы хлеб сей честное тело христа твоего а ежев чаши сей честную кровь христа твоего мы с вами стоим на историческом месте вот именно отсюда отправился свое путешествие афанасия никетин и как вы помните хожение за три моря она начинается словами поедох от спасу златоверхова и от государя моего михаила борисовича четыре великих князя тверских носили имя михаил они их называли в честь архангела михаила и наш город находится под покровительством архангела михаила поэтому я уверен что никто никогда нас не победит и не завоевает то что предводитель небесного войска стоит на охране нашего города спасибо 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 я тоже никогда не задумался слушал стал чтобы они что кресты на куполах конечно освещено да и вот тоже то что ладыка сама рассказывал палец что две недели стояли кресты стояли кресты и все желающие могли прийти по крайней мере прикоснуться к этим святым крестам как он сказал мор нету либо ты будешь карлосона можно сказать либо как по какие-то я думал что храм восстанавливают там какими-то как ну смотри какая красота да мы едем сейчас по улице шишкова а раньше раньше эта улица называлась никитская и кстати улица никитская но переулок никитской так и оставили смотрим в интернете как народ почитал святого великомученика никита воина крестова принявшего за спасителя мученицкую смерть и то что мы были сегодня с тобой памятника афанасия никитин всего назвали через святого никита это никитский храм 18 века построены в древней никитской слободе наш храм представляет из себя удивительное такое явление о том что огромный храм находящийся в ужасном состоянии когда мы зимой сюда пришли девятнадцатого года он был больше похож на пещеру здесь было темно сыра и очень холодно заходите это вот отец георгий вот здесь самого начала здесь был вот и все это размалины были толще сделала с помощью прихожан вот эту штучку поставил мари и когда когда я сюда только пришел они мне сказали это виде корабля не сделали можете посмотреть будет похож на корабль здесь уже намного лучше чем когда-то было но все это нуждается в больших больших трудах потому что храм является федеральным памятником и прихожане не имеют права там не стены ковырять ничего делать не сами окна вставить было принято решение построить деревянную конструкцию как бы храм внутри храма чтобы не трогать стены чтобы она была утепленная чтобы там можно было поставить электрические обогреватели и зимой даже в холода можно было служить божественной литургией ну они сюда в душ и все вложить полностью вот этот храм внутри храма отец зажгись вон ту листу пожалуйста я могу все зажигаю все зажигаю что здесь было много света значит смотрите все это усилиями прихожан сохранились мои записи посмотреть на первую страницу это вот прямо то что идет 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 потому что престол облачение для престола потом я просто уже устал писать я помню как я сам еще когда сил у меня было побольше как ни странно стилю вот этот линолеум тут раскатывал его в храме три предела главный предел в честь святого великомученика никиты годского поэтому была заказана он лучших иконописцев нашего города вот этой иконы они сделали нам с большими скидками ну и купол потому что меня спрашивали да зачем ты трогаешь купол это же памятник но у нас уже был проект реставрации который был подготовлен 2009 году я сказал обязательно надо и купол сделать таким как он по проекту и крест поставить то что над храмом не было креста я говорю водружение креста это все равно что знамя на вражеской крепости повесить что мы уже здесь и мы из хозяина хозяева церкви отец георгий еще рассказал нам что в советское время здесь был завод по ремонту электрооборудования сюда привозили большие электрические моторы развозили тяжелое оборудование по цехам на вагонетках и рельсы по которым их катили проходили через алтарь храма искушение такое искушение русского народа русский народ носит имя народа который должен создать святую русность такой национальный высокий духовный идеал но в какой-то момент люди увлеклись материальным людей по настигла злоба и зависть классовая борьба ведь это все зависть что мы должны сделать мы должны прежде всего полюбить бога полюбить нашу историю полюбить вот эту этот идеал святой руси мне иногда говорят а в какие годы у нас была святая русь до всегда всегда человек подвергался испытания со стороны бесов и испытание со стороны господа правит проверялась и твердость его веры и всегда были времена непростые простых времен на руси никогда не было но вот этот идеал он жил в сердце русского народа есть правда когда мы смотрим вокруг зачастую кажется что и правда нет правят только сильные имеющие власти деньги но правда есть и правда во христе она всегда с нами и и даже самый сильный самый властный человек знает что он перед богом в ответе татам фреск смотрите вот все таки это это стало же еще но нет она не восстанавливается но это как синяя краска это синяя краска из того времени я предполагаю да это для вагонеток вагонетки тут катали вот туда через алтарь и тут да и вот они здесь всякие станки стояли а вот в той дальней части там стояли печи для обжига там конечно сейчас обжига это кирпич они делают нет электродвигатели как я вам говорил четыре этажа над нами и там вон здесь вообще вот этого не должно быть это построена стена в советские годы здесь должна быть соли я главного предела но вот у слева на соли и находится лифт наверх мы собирали необходимые документы для того чтобы сюда подвести газ но пока еще рано и сейчас здесь поставить газовую котельную когда придут реставраторы и просто все это выкинуть отсюда вот пойдемте во двор колокола куплены были к пасхе прошлого года у меня был такой энтузиазм что я сказал вот все пускай висят не снимать и буквально на следующий день после пасхи я прихожу приходит один мой знакомый говорю саш ну ты можешь позвонить а я смотрю на соседнем здании полуразрушенном сидит мужик какой-то и отхолачивает ржавые железные листы я говорю тебя хозяин этого здания послал да не так копеечку пришел заработать и вот когда ударили в колокола он аж подпрыгнул я увидел зверя почувшего добычу так убираем поэтому колокола выносится на праздники легенда говорит о том что афанасий никистин был отсюда родом и поэтому и фамилия у него такая здесь до каменного храма стоял деревянная церковь здесь неподалеку находилась таможня потому что шла дорога из беженска который в среднем века назывался беженский верх и здесь растамаживали товары которые везли из новгородской земли вот так что это было торговое место и в середине 18 века было решено построить каменный храм честь великомученика никиты мы обратили внимание что все белокаменные элементы храма пожелтели и узнали что это сохранившиеся следы большого пожара еще 1762 года уничтожившего все деревянные постройки в городе последствии 1780 был пристроен храм храм предел честь великомученика Дмитрия Солунского а потом уже в девятнадцатом веке когда у настоятель храма умирала любимая жена он попросил разрешения собрать средства и пристроить предел честь иконы божьей божьей матери утоли моя печаль чтобы ему не так печалиться и тосковать 27 годам почему-то мне показалось что идеала то есть женщина которая ну вот была бы хороша для меня во всем что мне не найти я как в сказке в которой папа король говорит принцессе следующий бродяга который водит наши двери будет твоим мужем я тоже решил что следующая девушка которую я встречу станет моей женой и бог меня не подвел он познакомил меня с такой прекрасной женщины которая не только жена но и преданный друг вот это преданность это взаимная связь друг с другом она у нас была очень сильной мы надо ругались потому что у каждого характер такой своеобразный я люблю все делать по-своему она тоже по-своему все любит делать но когда она умерла я не думал что это будет так страшно для меня я отпевал ее в этом храме стоял и плакал все слышали это потом через полгода у меня случился инфаркт я бывал в различных паломничествах в том числе и в святой земле и даже на афоне я могу сказать что вот здесь в этом храме вот те же самые ощущения переживаешь что вам во многих значимых для православного человека святых местах действительно даже родственной связи и кровной связи вот такого не дают как вот здесь мы нашли друг друга нам здесь приятно общаться нам приятно здесь работать нам приятно вот как-то батюшку поддерживать вот вот это такое чувство что вот и вот действительно вот даже не знаю словами не передать вот я когда зашел четвертый этаж увидел вот этот купол я просто представишь убираясь вот эти стены убирать перекрытие у меня мечта затем на первый этаж и увидеть купол вот этот не собой то есть очистить храм когда мы вошли первая мысль боялись была такая глаза боятся руки делают и конечно церковь не бревнах а время в ребра да то есть люди то потому знают что вы мои ученики если будете иметь любовь между собой и нам это удалось есть такое место такая община где куда приходя всегда отдыхал душой вот у него очень много знакомых есть на афоне он ездил по афону там на века вы какими-то знают старцы афонский молятся за него так он книжки запишет да я служу литургии совершаю таинство евхаристии а он приходит сюда привозит каких-нибудь москвы спонсор который смотрит помогают но у него дальние видны он видит далеко а я пока только вижу что так вот не перед носом но чуть чуть подальше всю дорогу до борисоглебской церкви мы с папой ехали молча мы что-то успели прочувствовать в никитском храме то что даже невозможно пока выразить словами и просто хотелось продлить это состояние куда бы вы ни приехали вы найдете борисоглебский храм и вот эта улица когда-то называлась борисоглебской храм построен в стиле позднего нарышкинского барокко с его элементами и на верхнем этаже был предел в честь бориса и глеба 260 лет по этим ступеням поднимаются люди попросить у господа прощения за свои грехи посмотрите сколько раз за две с половиной сотни лет они были вычинены это вот наш старицкий мрамор это совсем не мрамор это известняк камень хрупкий но тем не менее вся старица тверь стоит на этом на фундаментах из этого белого старец кого камня в старице вы можете зайти в каменоломне и 35 километров гулять по ней храм заложен во времена елизаветы петровны дочери петра первого а достраивался уже при екатерине великой у нас не раз были на руси когда горели целые монастыри храмы а вот то что самое святое для людей оставалось или иконы или вот сам храм оставался но вот что интересно то на ведь здесь все сгорело аниста не тронула вот какое-то чудо естественно это как и все чудеса бывает даже казалось бы и палубки все перегорели вот мы с вами наблюдаем как раз до того как этот храм передали русско-православной церкви когда здесь была реставрационная мастерская все это сгорело ну слава богу все потушено было все что вы могли сделать прихожане мы сделали остальное конечно здесь уже нам не по силам прежде всего надо нужно сделать пол чтобы что-то делать все остальное потому что как вы видите что полу нас в аварийном состоянии по ним даже опасно ходить и если мы отремонтируем полу то по крайней мере мы можем уже поставить леса до леса для того чтобы очистить стены вот купол вот видите тоже забитого тоже надо этот купол освобождать все лишнее здесь отсюда нужно убирать вот то здание вот здесь вон тот предел там у нас была колокольня тоже там к сожалению крышу уже прогнило но мы не можем ее отремонтировать так это памятник федерального значения и они нам к сожалению до до пожара вообще вот если мы берем историю то есть у нас получается что в одном храме и в этом помещении была служба и да да вот это верхний храм это называется летний храм когда при пришли сюда тут такой ну как там наверху так и здесь такой страх был ужас один во всяком случае вот почему-то народ это собрался даже его не звали он сам приходил сюда и с утра до вечера каждый божий день убирали и поэтому слава богу быстро быстро высуновили двадцать или тридцать машин только одного мусора вывели вся территория была замусорена и вот родилась идея что это нужно как раз пригодится как основание подборку и вот насыпали мусор сюда потом засыпали уже крови и землей хорошие что один что 2 что тот был что этот хороший или вот смотрю на фотографии молодежь тоже приходит молодежь приходила да я листал альбом смотрел как прихожане освобождали храм от мусора проводили первые службы и все больше испытывал к этим незнакомым не людям на фотографиях огромного уважения невозможно представить что и в нижнем храме еще семь лет назад была разруха тут была автомастерская гараж и остались еще гаражные ворота но внутри уже прошла большая реставрация живописи в этом храме не сохранилась при реставрации сняли довольно толстый слой штукатурки и вы можете видеть прекрасную работу каменных дел мастеров борисоглебская церковь являлась подворьем монастыря нилова пустынь и конечно же здесь есть икона нила столобенского практически не сохранилась здесь икон с того времени вот эта икона она самая старая в храме ее датируют приблизительно 18 век казанская божья матерь одна из самых почитаемых икон на руси сейчас мы были на втором этаже и так заметил что там стены маленькие а здесь ну надо сказать что в 18 веке мы находимся в теплом нижнем храме верхней не отапливаемый а для того чтобы сохранять тепло и необходимо было толщина стен вот самих окнах вроде как тварный свет а вокруг вот этот вот не совсем правильной формы косые арки выкрашенный белым ярким белым такое ощущение будто всполохи света вот действительно во тьме появляется свет миру и свет мир соединяет тварный свет с нами нетварным светом 1032 года назад князь владимир крестил русь жён было много детей более двух десятков но и после смерти родителя дети принялись за привычное дело делить наследство и святополк которого народ прозвал окаянным задумал убийство младших братьев бориса и глеба покрещение романа и давида и братья знали что брат готовит их убийство также знали что если будут противиться начнется брата убийственная война междоусобица которую мы и сегодня наблюдаем и вот за этот подвиг церковь причисла их клику святых борис и глеб это первые святые на руси которых признала византия храм бориса и глеба стратотерцев как бы духовный центр для всех воинов потому что все-таки служить в армии особенно если это в горячих точках это все-таки откладывает какой-то отпечаток и вот для того чтобы сохранить душу человеческую и психику на нормализовать после вот таких стрессов вы знаете вот я действующий офицер я на самом деле впервые до узнал именно от вас ваших уст эта история о воинском храме отец михаилов недавно здесь декабря месяца его на назначили начальником отдела по работе за взаимоотношению с правоохранительными органами и вооруженными силами и соответственно это храм то есть настоятель его является председателем отдела хочу сказать что это единственная церковь в городе где находится вот такая мемориальная доска посвященная государевым людям я вот хотел вас спросить потому что я первый раз вижу что в храме есть мемориальная доска тем которые отдали свою жизнь не по своей воле на государевой службе с века 19 по век 21 вы здесь можете увидеть и урядников и исправников и городовых и милиционеров и стражников и государевые люди продолжают гибнуть именно поэтому сюда возле распятия и ставят свечи за упокой а еще отец михаил сказал нам что люди часто обвиняют время приходят монархии коммунизм перестройка но все зависит от людей прежде всего если в человеке есть что-то святое то он и будет стремиться к святости стремится к свету а когда человек осуетился в этом мире когда он на себя накручивает и набрасывает все ненужное то тогда все то что он ценное и святое в человеке в человеческом сердце есть она к сожалению растворяется в этой мути в которую человек сам свою жизнь погружает и если мы не научимся правильно жить здесь на земле как мы можем пойти вечность где будет бесконечно это жизнь где будет среди света среди любви среди бога среди святых оказывается в патриархии есть специальный отдел по взаимодействию с министерством вас силовыми структурами смотри не на воронах потом меня поразило конечно вот эта доска на мемориальная доска но я вот ранее я такого никогда не видел реально доска а когда-то еще оказывается знают что это храм воинов до такой муж вообще ничего себе но оказалось что следующий древнейший монастырь в котором мы ехали тоже связан с армией до недавнего времени на его территории располагалась воинская часть сято-успенский желтый монастырь основан в 1394 году в конце 14 века святителем арсением епископом тверским святитель арсений от своей юности стремился к иноческому и аскетическому образу жизни и в юном возрасте отправился в киево-печерскую лавру для того чтобы принять постриг вот и посвятить всю свою жизнь монашескому служению на славу святой церкви святитель арсений удаляется киево-печерскую лавру принимает там монашество и по стечении какого-то времени возвращается на тверскую землю становится правящим архилеем тверским и в конце 14 века закладывает первый камень возрождение свято-успенского желтского монастыря монастырь на данный момент полностью разрушен здесь находился последнее время склад гсм и от склада ничего уже не осталось даже как и от монастыря ничего не осталось разрушен свято-успенский собор храм в честь алексей человека божия церковь в честь антония феодосия печерских и гомельский корпус и ограду всего монастыря полностью разрушена а самая разруха произошла конечно во время в сорок первом году немцы наступали со стороны даниловского тут был очень ров они ров не прошли вот но оборону держали ополчение наша калининская и они начали из танков и из пушек стрелять и бомбить стали и вот это самая разруха произошла буквально течение может быть дня двух и и потом и потом соответственно соответственно потихонечку здесь же воинская часть была с 27 года хорошо хорошо но подождите но вам вам отдали и что с этой территории сейчас будете делать нет но в указе вот 14 января 19 года отца агапета назначили с конкретно написано в указе в плане в основном восстановить восстановить и вы понимаете что нет нет ну и вот смотрите за год за год какой-то забор поставили вот когда временный 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 храм сделали колокольню временно это живут своими силами хорошо а кто трудится кто это делается вот он я и еще один человек втрое его ну нету батюшка немножко нанимал конечно рабочих когда вот крышу ну нам уже пожилые люди не залезть когда увидел указ у меня и руки и ноги подкосились вот было страшно до сих пор страшно да то есть как бы ты понимаешь то что на ты находишься там где нет ничего и когда я зимой пришел сюда первый раз да здесь было снега по грудь и до корпуса от выездных ворот было пройти практически невозможно но вот мы с отцом иродиаконом делась им два часа были ли вот эти 50 метров расчищая снег и чтобы добраться до братского корпуса что реально петр первый своего сына сюда приезжал когда тот начинал реально хулиганить и что не что тут отжимался что как как лебедь говорил упал отжался пишет жил вот здесь в царских покоях а вот между храмом это царские покои назывались и здесь конкретно алексей это сто процентов как бы с исторический факт вот то что сам пётр 1 накосячил он до его сюда да здесь есть нет есть такая легенда но она как бы исторически не подтверждена 100 процентов значит петр первый приехал три часа с сыном разговаривал вышел злой как собака и хотелось в маке утопить его но не утопил но очень долго а если нет нет но очень долго он вот назывался петровский серьезно вот такая легенда мог ли я представить что окажусь здесь эти аккуратно сложенные обломки храмов над гробей это все что осталось от монастыря эти камни молчат а люди пытаются разгадать их тайны вот эта кладка восемнадцатый век уже вот а вот внизу внизу вот это пир там огромный кирпичи так называемый смоленский стандарт 31 сантиметр более древние так уникальные сохранились надгробья обязательно что было на плитах на солярный круг вот затем от видите вот такая вот видите на такая вещь это так называемый ну как бы ученые называют вилочковый крест почему это 16 век вот особенно имеется не именно 6 на конец 15 16 это вот такой орнамент обязательно так называемые волчьи зубы которые потихонечку исчезли в конце уже 16 века на 1412 года на надгробьях вообще-то как правило как правило ничего не писали потому что это как раз 7000 лет от сотворения мира конец света ну и смысла не было конец света нет он обвалился вещи здесь надо вот это выбрать землю туда дальше пройти на смотри как исход вот это вот это плащаница на раке святого арсения было но она как бы 19 века то есть не менялась за 600 лет как-то пролежал получается с правой стороны это должно быть братский корпус еще да вот этот вот вот брат вот братский корпус вот он остался сейчас а вот это что получается нет это стоять это стоять вот осталось вот осталось а вот это храм антонио феодосия печорских вот храм а потом был настоятельский корпус ворота храм алексея божьего человека и вот царский покой где алексей жил а потом в двенадцатом году святые ворота снесли поставили трех трех ярусную одобротную колокольню а тут тоже убрать но на старый уже было это вот на это конец 19 века мост был арина а речка жалоба речка вот она буквально здесь вот так так же здесь вот она здесь 20 метров конечно ну там сейчас грубо я сейчас есть какой-то переход мозг какой-то или нет ни на маленькой она ручьев стал повыше мелиорацию провели все еще воды не стало у нас стоят кресты на месте алтарей наших снесенных храмов так вот этого ничего не было потому что здесь же кругом была колючая проволока здесь нигде нельзя было пройти эта территория была территория военной части склад горюче смазочных материалов если вы присмотритесь вы увидите везде огромные столбы с громотводами здесь кругом были закопаны огромные цистерны когда нам сказали что войска часть отсюда уходит мы вообще сначала не поверили это было такое чудо поэтому у нас сейчас победное состояние во-первых мы на земле которую отдали чудом отдали церкви батюшка нам такой вот дом молитвы сделал который мы можем молиться не боясь дождиков не боясь снега нам колокола наши благодетели прислали надеюсь завтра как раз двадцать восьмого повесим а вот крым сейчас местный где мы служим но не мы ватюшка но как-то есть место есть хотя бы где вы посмотрите дмб 80 днепропетровск по орел 98 бородино обнив душан боня ростов тобольск набор сибири советский союз а за каждым каждый все а вот я служил там монастырь был каждый каждый солдат знают монастырь а может быть наверху там стрельцы писали не писали точно вот это грех был мы пытаемся возродить монашескую духовную жизнь и совершаем богослужение по уставу киево-печерской лавры и также каждую неделю так же как и в киево-печерской лавре мы служим ночной литургии со среды на четверг о воспоминании тайной вечери довольно таки много народа бывает и 6 и 8 человек и 12 и 16 человек каждую неделю по-разному но мы не остаемся без внимания наших прихожан все приходят почтить память святителя арсения все приходят помолиться исполни молитву нашу господи мир особенно когда на ночной молитве стоишь и совершается литургия совсем другой молитвенный настрой души хочется молиться хочется благодарить бога хочется просить и совсем другое состояние и души и тела при ночной божественной литургии поэтому люди которые пришли первый раз приходит потом и второй и третий и становится нашими постоянными прихожанами помилами и против прелешения вольные и невольные и же словами и же делом и же везением и неведением и из подобия не осужден и причастись и причисла твои танцы востали грехов и жизнь вечную аминь вечер твои тайные дни сцене божий причастника мяпли ими небо врагом твоим тайны поем не лапзанье дам я каиуда но я к разбойник исповедую тебя поменим я господи во царстве твоем донесут ли осуждение будь мне причащение стык твоих тайны господи новое исцеление души и тела аминь сегодня на тверской земле мы увидели древние храмы и монастырь которые в двадцатом веке стали гаражом сквером воинской частью заводом где через алтарь проходили узкоколейки если мы позволим по лености равнодушу ли поддавшись на чужеродное заблуждение нашим святыням и дальше разрушаться возможно их когда-нибудь займут другие народы и в следующей пятой серии нас ждут встречи с храмами старецкого района средневековье именуемом старицкий деревянный город китиш в дорогу а а а а а а а а и и и а и и и и и Продолжение следует...